Да, это особое мнение на часах 13.07. Меня зовут Владимир Сметалин. В нашей студии я приветствую Константина Сичихина, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, члена Общественной палаты Кировской области. Сейчас еще одну должность. Скажу, Константин, добрый день. Добрый. Ну, многие сейчас нас слушали, да, поняли, что раз Сичихин в эфире, снова будем говорить о ремонте дорог. Ну, конечно же, как мне о ремонте дорог не поговорить с руководителем региональной группы общественного контроля с задержанием ремонта уличной дорожной сети и организации дорожного движения. При Общественной палате Кировской области. Ну, не знаю, как вам, наши слушатели, мне вот интересно поговорить про ремонт дорог, потому что я, например, живу, соответственно, работаю в центре нашего города, Октябрьский, Воровского, и я, по большому счету, отремонтированных дорог еще не видел. Хотя нет, подождите, участок Воровского и недавно проехался по северо Садово. Константин, сразу же вопрос. Дорожники сейчас в полной мере работают, потому что знаем, что период дождей вроде бы как прекратился, и там серьезные опасения появились, что сроки будут сорваны, затянуты. С дорогами-то мы будем в этом году? Хорошими, качественными? В полном объеме то, что было... С хорошими, качественными, конечно, сказать это как бы так. Лаборатория покажет, лучше так сказать, да, качественные, хорошие. Но с дорогами мы будем, потому что дорожники на каждом совещании, на последнем совещании, которое присутствовало, да, всем обещают, что у них сейчас они работают в 24 часа, пока погода стоит, да. Это глава администрации, перестоков, распорядился ли? Нет, я думаю, что они сами понимают, что чтобы все выполнить такие объемы, которые им еще предстоит выполнить, да, таким как организация Гордового строя, таким как РТП, им объемы еще огромные надо выполнить, да. И чтобы их выполнять, надо работать сейчас 24 часа в сутки. Сколько процентов сейчас от запланированного примера? Ну, сейчас, как уверяет нас Дирекция дорожного хозяйства, подбирается к 50% от общего объема, да. Ну, на мой взгляд, процентов 30 выполнено. Ага, с чем это связывается? Такую разницу. Ну, разница, во-первых, часть работ еще не принята. Мы считаем же как? Так, считаем, когда работы приняты, акты подписаны, говорить-то можно, что и 50%, и 100%, да, а работы-то не приняты, а приняты работы-то всего процентов на 30% на сегодняшний день. Вот сегодня будут 2 часа дорогу принимать улицу Парковую на Лавятске, да, завтра будут улицу одну принимать, вчера одну улицу принимали. И я надеюсь, что эти темпы приемки работ именно со стороны Дирекции дорожного хозяйства и со стороны подрядчиков, которые их будут сдавать, они будут усиливаться и увеличиваться с каждым днем. Напомните, все принято то, что сделано? Ну, нет, у нас не принято. Без претензий? Да, с претензиями сейчас на улице центральная, если я не ошибаюсь, Ганино находится, да, потому что там проба асфальта была сделана, и проба показала. Ну, асфальт не подходящего, не тот, который в рамках ГОСТа или стандарта, да, получается. Сам асфальт или все вообще слои? Основной слой получается, да. И сейчас на сегодняшний день решается вопрос, либо подрядчик будет переделывать, либо какие-то другие варианты будут использоваться. Вот как раз в последний раз был на совещании, не в администрации, а в Дирекции дорожного хозяйства. Как раз этот вопрос обсуждался, и в ближайшее время будет какое-то решение по данной улице, по данной работе, которую выполнал тот подрядчик, который, согласно исследованию лабораторному, не того качества асфальта должен. То есть хуже или лучше? Хуже, хуже. Да, было бы лучше, давно бы приняли, якобы подписали бы, а значит хуже. Лабораторные исследования где проводятся? Ну вот смотрите, по этой дороге я не могу сказать, где лабораторное исследование проводилось, но если у нас, как нас уверяют, если дело грубо, у нас несколько экспертных лабораторных исследований проводится, это ГДМС и Вятавтодор. И как уверяют, если делать дорогу Вятавтодор, то дело это лабораторное исследование ГДМС, да, то данный объект, это объект Вятавтодора был, да, то я надеюсь, что значит ГДМС делали исследование, но это пока только с моих слов официально я не видел информацию. Но вы раньше заявляли с коллегами вместе, что если будут какие-то подозрения, то вы независимые экспертизы готовы прибегнуть? Мы стараемся, вот как раз сейчас на данный момент мы неоднократно общались с Росавтодором непосредственно, да, с нашим филиалом здесь ФГУ Прикамьи, который находится, да, с Дорожным агентством, и на следующей неделе есть информация, что в город приезжает независимая лаборатория Росавтодора, передвижная. То есть Росавтодор ее инвестирует? Мы будем надеяться, что, как говорится, это будет независимая лаборатория. Но она независимая для нас. Да, она независимая, по сути, она независимая для нашего региона, она независимая для тех подрядчиков, которые выполняют работы, да, она непосредственно от основного федерального заказчика, или основного распределителя этих финансов Росавтодора. Ну, Росмосква выделяет деньги, значит, она должна проконтролировать, что это. Да, и у них есть специально независимая, ну, как есть специально передвижная лаборатория, которая аккредитована, которая перемещается по регионам, где выделяется финансирование, и делают свои пробы. Как происходит приемка от ремонтированных улиц, я примерно знаю, по телесюжетам различным, которые в интернете можно потом посмотреть, в записи. Я так понимаю, там серьезных-то дискуссий особо и не бывает между общественниками, заказчиками, подрядчиками. Да, по приемке. Ну, смотрите. Как там атмосфера-то вообще? Приемка, она же проходит на объекте. Да, основной, кто под... Общественники в данной ситуации, они просто высказывают то мнение, которое они видят визуально, те недостатки, которые они увидели, когда прошли по дороге, да. Дальше уже данные виды работы подписывает кто? Заказчик. В лице дирекции дорожного хозяйства. И если, вот, например, мы неоднократно обращали внимание на колодцы, которые не сделаны, но если их в тех заданий нету, так вопрос-то как раз в дирекции дорожного хозяйства, а не к подрядчику в данной ситуации. Если подрядчик выполняет работу согласно техническому заданию, в котором не указаны те виды работ, которые, по сути, должны были выполняться, да, это вопрос, каким образом техническое задание выполнялось. Почему оно так сформировано? Да, почему оно так сформировано, и этот вопрос мы сейчас постоянно задаем тем бывшим руководителям лучшей дирекции дорожного хозяйства, которые сейчас в замах находятся. А все-таки, как это так допустили-то, такие технические задания? Почему бывшим, потому что Ментин пришел в марте этого года, да? Да, Андрей Юрьевич и Ментин. А те задания еще были в конце прошлого. Да, они еще составлялись в ноябре месяце, вот сейчас вопросов очень много по Кирову русского идет, да, потому что техническое задание было составлено, а в ходе сезона, зимнего сезона появились пучины. В рамках технических заданий этих пучин не было, да, а это уже отдельные виды работ пучины, их просто не отфрезеровать. Вопросы есть, и на данный момент эти вопросы надо задавать не только, как говорится, директору на данный момент, а тем же руководителям, которые никуда не делись. Они как работают, так и работают. Как подписывали тех задания, так и подписывают, выполняют какие-то должностные обязанности, да, пусть даже уже в лице и замов. И компетентно, и некомпетентно, и, конечно, решать администрации, решать новому директору, дирекции дорожного хозяйства. Ну вот, кстати, недавно появлялась в СМИ информация о том, что общественники как раз по дороге Кирова русской серьезные претензии. Суть их в том, что, ну, подозрение, что тех заданий было по ходу дела изменено, и... Ну вот, как раз мы сейчас, на сегодняшнее... Дело такое незаконное. Ну, как бы... Или не незаконное. Нет, вот смотрите, ситуация такая по поводу Кирова русского. Мы сейчас очень глубоко изучаем этот вопрос, завтра собираемся совместно с дирекцией дорожного хозяйства и непосредственно подрядчикам выехать еще на Киров русская, посмотреть те работы, которые они выполняют, в том ракурсе, в котором они выполняют, да, посмотреть те моменты, на которые они акцентируют на совещаниях, а именно вот эти пучины, где требуются дополнительные виды работ, и они в рамках тех заданий, они указаны, да, и посмотреть те моменты, которые они говорят, что тоже по тех заданию не было, а они происходят и требуют других финансовых затрат, других работ, как бы. И это, либо это дополнительные работы должны быть согласованы с администрацией и с дирекцией дорожного хозяйства, либо они за свой счет это должны каким-то образом делать. Вот это мы завтра хотим выехать на данную дорогу и совместно с подрядчиком уже посмотрите буквально на те точки соприкосновения, на те проблемы, на которые они указывают постоянно сейчас. Ну, сейчас обладаете информацией, это Киров русская, сколько там сделано? Ну, Киров русская, они сделали порядка, там, трех километров, может быть, на сегодняшний день... Всего лишь еще только три километра? Может, на сегодняшний день четыре километра они сделали из заложенных, там, двадцать ищем-то... Гринландии явно не успеют? Нет, конечно, мы должны понимать, что Гринландии они явно не успеют, да, сделать. Дай бог октябрь. Дай бог октябрь, потому что есть проблемные точки, эти проблемные точки они сейчас пропускают, если кто ездил на Киров русской, видел, что там, например, они идут-идут, и раз участок пустой, ну, не сделан, и дальше пошли, то в этот участок либо там пучина, на которой образовалась зимний или весенний период времени, который надо подходить не с тем подходом того технического задания, которое сейчас есть, либо там трубу перекладывать собираются, да, а ее надо еще переложить, и переложить будет другой подрядчик, а не в рамках этого, это отдельный плод, отдельный подрядчик нанят, который когда-нибудь в ближайшее время переложит эту трубу. Подожди, конкурс ведь нужен? Да, уже нет, там по этому поводу уже конкурс проведен, там уже, да, там, наверное, по упрощенной схеме мы, примерно, уже представляем некоторые подрядчики, которые там будут перекладывать, да, например, там эту же трубу там гордормострой будет перекладывать, если до переезда ехать в сторону, после Садоков, там участок есть, трубу надо перекладывать, да, там гордормострой будет трубу перекладывать, да, Но когда он приступит к работе, и когда он ее переложит, это же оттягивает опять сроки, да? И когда потом выйдет подрядная организация, опять та, которая осуществляется с работы, и когда она сделает, это все время. Это время, это надо технику перетащить, сделать, еще сделать. Так нарушение процесса. Время. Время, а сейчас время играет не в их сторону, не в нашу даже с вами сторону, да? Почему? Потому что есть программа, у которой есть ограниченный срок выполнения этой программы. У нас сейчас будет небольшая пауза, я вам напомню, что это особое мнение Константина Сичихина. Мы вернемся через минуту. Продолжается особое мнение Константина Сичихина, руководителя региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог, члена регионального штаба ОНФ, члена общественной палаты нашего региона. Я напоминаю, что вы, слушатели, можете задать вопрос гостю особого мнения через специальную форму на сайте хакирова.ру. Есть там еще и аудио-видеотрансляция нашего эфира. Мы сразу предупрежу, не только про ремонт дорог будем говорить, но и еще про одну тему, которую курирует Константин в рамках Общероссийского народного фронта, это не курируется, но очень интересует. Я активист этой тематики, но курируют у нас другие люди. Хорошо. Я имею в виду тему свалок незаконных, несанкционированных свалок. Мы сейчас удалимся немножко из областного центра в другой, менее крупный нашего города, но не так далеко от нас расположены, где тоже идет ремонт дорог. Это Кирово-Чепецк. И вот буквально накануне в СМИ была информация о том, что там появится некая четырехполосная дорога для грузовиков Кирово-Чепецк-Зуевка. Вы изучали этот вопрос уже подробно? Да, мы этот вопрос уже давно изучаем. Почему? Потому что в рамках БКД и в рамках того, что Кирово-Чепецк моногород... Безопасные и качественные дороги. Да, в рамках той программы федеральной до 2025 года, которая будет существовать, Кирово-Чепецк, как он входит в агломерацию, будет выделяться дополнительное финансирование на инфраструктуру дорожную. И также в рамках моногорода, как бы, Чепецка, там тоже выделяется дополнительное финансирование, тоже на благоустройство города. И, с учетом того, что в Чепецке существует огромная проблема транспорта, грузовый, как бы, он, получается, город, через который проходит транспорт с повышенным тоннажом, именно грузовой транспорт, да, большие грузы, которые идут в сторону Пермского края, в Ижевском, получается, вот, то мост, который там находится, в наихудшем состоянии, да, и приходится всему транспорту идти по городу, разрушая инфраструктуру города, разрушая дороги. И эта проблема, она уже не первый год поднималась, и в этом, ну, как бы, в ближайшее время в Кирово-Чепецке должны были начать проектировать объездную дорогу. Либо объездную дорогу, либо улучшение инфраструктуры, улучшение, там, расширение дорожной инфраструктуры, как бы, ремонт моста, например, там, или еще какое-то. В общем, какие мероприятия, которые все-таки поспособны к улучшению ситуации. Но мы думали, мы как общественники, мы думали, что это будет проходить через общественное обсуждение. Что этот вопрос сначала спросят общественность Кирово-Чепецка, людей позовут, спросят все-таки, а надо ли, может быть, никому не интересно, что по городу пойдут фуры. Может быть, это должен обход какой-то быть города Кирово-Чепецка. Либо, как предлагали, через Капустное поле, там, если кто знает, да, там есть просто... В Курсе, проще. Да, там есть территория, она раньше называлась, как в простонародье, Капустное поле, да. Капусту там выращивали. Вот, может, там эта дорога пойдет вдоль этого участка, да. Но почему-то каким-то образом на сегодняшний день мы видим, вот сегодня информация появилась, что Кирово-Чепецк решил сделать проектирование на два... Почему? Потому что сейчас там активно застраивается коттеджным поселком, да. И кому-то, может быть, из местных чиновников, из местных людей не нравится, что там будут входить фуры. И они решили вот таким образом перепроектировать данную магистраль, за потратить 25 миллионов рублей, хотя на сайте известного интернет-издания там пишут, что объем данного ремонта будет порядка 800 миллионов рублей данной дороги, да. Вот, потому что там мост, там, во-первых, надо реконструкцию как минимум одного моста производить, капитальная реконструкция, да, дорогостоящая, плюс дорога по улице Братни-Воснецовых, которую тоже надо капитально выкладывать, да. Вопрос-то в этом затрагивается. Почему не было общественного обсуждения? И на сегодняшний день мы будем, сейчас уже готовим письмо на администрацию города Кирово-Чепецка о том, чтобы, во-первых, если было это общественное обсуждение, то где это опубликовывалось? Если этого не было, то будем требовать отменения данных торгов, именно на проектирование и проведение общественного обсуждения. Только по той причине, что данный проект и данная магистраль, это очень важно не только для Кировской области, но особая важность для Кирово-Чепецка, да. И, извините, без общественного обсуждения, данный объект строить не рекомендовано с нашей стороны. Да, это, простите, вам Чепецкие коллеги подсказали? Нет. Нет? Как вы выяснили? Как мы выяснили? Да, откуда появилась такая вопрос? Я сам родом из Кирово-Чепецка, я представляю ситуацию в Кирово-Чепецке, да. В связи с родным городом на территории? Да, и как бы я там родился, я там прожил свое детство, да, и представляю всю инфраструктуру Кирово-Чепецка на сегодняшний день. И считаю, что администрация ведет себя неправильно. Ведет себя неправильно, и без общественного обсуждения данный вопрос не должен быть решен. Вот и все. А в Чепецке в целом ремонт дорог, он идет в этом году? Да, он был в Чепецке в целом, в этом году ремонт был намного, конечно, по суммам меньше сделан, чем даже в том году, да. А там все уже закончено, ничего не будет? Нет, в Чепецке в следующем году будет, мы вот сейчас голосование проводим на сайте общественной палаты, надеемся, что в Чепецке в следующем году будет проведен какой-то ремонт, потому что там есть проблема улицы Школьной, то есть проблемная точка, да. Есть еще несколько улиц, где там есть проблемные точки, которые надо тоже реконструировать и делать ремонт по ним. Но Чепецка, по сравнению даже с городом Слободским, он, конечно, в наилучшем состоянии находится, потому что он более свежий город. И подушка в городе Кирово-Чепецке под дорогами, она бетонная. Даже в Кирове нет такой подушки, как в Чепецке в свое время сделано было. И разрушение этих дорог, оно происходит наименьшему. Город на особом счету все-таки. Да, но вот сейчас надо решить вопрос все-таки, это точка соприкосновения в Кирове-Чепецке по поводу обхода города Кирово-Чепецка, либо там объездной дороги какой-либо. Ну, с моей позиции, да, не надо пускать грузовой транспорт через весь город. Да, она пойдет по улице 60 лет октября, и пусть дальше уходит там, как на Капустное поле сначала планировалось, и уходит на трассу в сторону Зуевки. Они как, вот согласно данного проекта, они пытаются сделать реконструкцию моста, это затратными, как бы, плюс, как я понимаю, Братни-Воснецовы будут восстанавливать капитальные. Почему же нельзя проще сделать, сожалению, за 62 февраля? Ну, это моя сейчас точка зрения, как уже человек, который там жил, и человек, который представляет ситуацию в Кирове-Чепецке. А вот точка зрения администрации мне очень сильно не нравится. Кстати, с Вашего позволения, я обращусь все-таки вниманием на вопросы, которые есть на нашем сайте, яхакирова.ру, напомню, что можно задавать гостям особого мнения. Есть у нас активный пользователь сайта и слушатель, я надеюсь, по имени Валерий. Сразу несколько вопросов поступило Вам от него. Должны ли депутаты городу заниматься контролем ремонта дорог? У нас же любой депутат, это слуга народа, проще так сказать. Он выбирался кем? Народом, и контроль они должны осуществлять не хуже, чем общественник. Вот такой же общественник, просто он в статусе депутата. В региональной группе есть депутаты? Нет, конечно. И они не просятся, и не тут. Как бы никто и никогда не просился в гости. У нас двери всегда открыты и в рабочей группе, и в общественной палате. Но депутаты наши как-то так игнорируют в данный момент. Особенно городские. Валерий, я так понимаю, подозревает руководителя ДДХ Андрея Менькина в некомпетентности. И следующий вопрос, соответственно, является ли признаком некомпетентности Менькина необходимость контролировать ремонт дорог общественниками? Вот я на этот вопрос еще в самом начале, когда Андрей Юрьевич пришел на работу, говорил, как бы, не зависит от компетентности. Да, образование это одно. Другое это, насколько он профессиональный. Но и третье это менеджмент. Человек пришел как менеджер, пришел в ДДХ руководить. Он же там не один. У него же там целый штат, большой штат сотрудников. И как он правильно руководить своим штатом сотрудников, кого он туда нанимает и кто у него там работает, от этого и зависит качество выполнения работ ДДХ. Не от одного человека все зависит. Зависит от команды. И какую команду он там создаст для себя, и как они будут выполнять работу. Такие будут дороги. Ну а проще говоря, вы не считаете некомпетентным Менькина? Нет, я не считаю на данный момент, потому что должно пройти время, и время покажет. Делать выводы с марта месяца, грубо говоря, когда Андрей Юрьевич пришел на работу, по сегодняшний день это не тот срок, о котором можно было говорить. Надо подождать, надо посмотреть как минимум год работы человека. У нас же сами понимаете, когда человека бьют на работу, как минимум три месяца человек у нас испытательный срок проходит. Так как минимум три месяца это уже прошло сейчас на сегодняшний день. Вот сейчас пройдет программа, посмотрим, как это все пройдет, насколько качественно будут приняты работы, насколько брака будут сделаны. Потому что мы раньше неоднократно указывали, что дирекция здравоохозяйства больно мягко относится к подрядным организациям в городе Кирове. Вот и будем смотреть сейчас, как они будут подписывать дальше акты выполненных работ. Ну, видимо, следующий вопрос снимается. Вопрос от Валерия, раз Константин считает, не считает, вернее, некомпетентным Менькина. Вопрос был связан с некомпетентностью Перескокова главы администрации. Кто спонсирует общественников? Вот еще такой вопрос. Да никто не спонсирует. Многие задают такие вопросы, как бы они получают зарплату, в общероссийском народном фронте, в общественном палате. Да нет, не получаю. Я получаю там, где я официально работаю на сегодняшний день. А все остальное, это, как говорят, от сердца общественник, это не работа, это призвание, можно так это назвать, на сегодняшний день. И это, с одной стороны, тебя захлестнуло, и ты уже остановиться не можешь, ты понимаешь, просто за каждым своим действием ты где-то что-то делаешь хорошее. И вот это уже, как бы, такая вот момент, я анализировал иногда, и многие меня спрашивают, что нафиг тебе это надо совсем, да зачем тебе это нужно. Ну, правда, может, тебе там зарплату платит кто-нибудь, да никто мне зарплату за это не платит и платить не собирается. Вот. Просто... И вы не в доле. Да, и я не в доле. И мы не в доле, и рабочая группа не в доле. Конечно, в некоторых случаях, как бы, хотелось бы где-то там, кто-нибудь там на бензин помог, еще как-то, да, но это ты становишься зависимой от кого-то. Это не надо. Мы такие, какие есть, и нам нравится это выполнять, значит, мы полезны для общества, мы полезны для людей, и города Кирова, и области. Еще один вопрос. Интересуется, Валерий, тема, можно ли организовать дорожные работы так, чтобы никто не усомнился, что они как-то будут иным образом организованы. То есть, хорошо, качественно все будет сделано, без привлечения общественников? Да, конечно, можно. Умели бы это делать. Вот как раз мы и должны с вами посмотреть правильный менеджмент Андрея Юрьевича Менькина, да. Может быть, в будущем, если он правильно поставит работу дирекции дорожного хозяйства, и общественники не понадобятся для контроля на дорогах, потому что дирекция будет выполнять те обязанности, которые она, по сути, и должна выполнять, которые она прописана, из-за этого и платит заработную плату всем работникам, которые там работают. Но в данной ситуации, вот пока на сегодняшний день, без нашего участия, как мы видим, дирекция дорожного хозяйства обходиться не может. Вот так. Константин Сичихин, это его особое мнение. У нас сейчас реклама, мы скоро будем продолжать нашу беседу. Особое мнение Константина Сичихина, руководителя региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог, мы сегодня слушаем. И еще никак не можем оставить тему ремонта дорог. Есть еще один вопрос от Валерия. Он интересуется, есть ли публичный список ремонта дорог, так называемая интерактивная карта, из которой можно понять, где дороги отремонтированы, где они приняты. Но я так уже расширю в рамке вопроса. Вот. Некая карта была недавно презентована. Да, как бы есть, во-первых, есть карта общероссийского народного фронта, где люди размещают свою информацию, карта убитых дорог, и там точки, которые уже на данный момент сделаны на сегодняшний день, актуализируются и меняют свой цвет, и человек может увидеть, вот он сообщение оставил, вот эта дорога уже сделана на сегодняшний момент. Нет, Валерий, это все-таки, видимо, той картой, с которой можно узнать, принята она или нет? Вот, дальше, если переходить к карте, есть карта при общественной палате, которая была создана при министерстве, при правительстве Кировской области, на которой размещалась информация тех дорог, которые в 2017 году будут ремонтироваться, вот, и сейчас, в последнее время, вот мы 19 числа получим, как говорится, 19 числа к совещанию, следующему, 19 июля, который будет состояться, мы получили сейчас вводную информацию по тем дорогам, которые уже приняты, и в ближайшее время эту карту мы актуализируем и покажем, что ряд работ уже сделаны, те улицы, которые уже сделаны, в ближайшее время человек может зайти и посмотреть актуальную информацию, какие дороги сделаны, когда акты подписаны, какой срок гарантии по этим дорогам, до какого, сказать, месяца, дня и года. Ну, и не могу не спросить о том голосовании, которое организовано на сайте региональной общественной палаты, голосование за те дороги, которые будут ремонтироваться в следующем году, ну, вернее, список этот дорог будет рекомендован, да? Да, рекомендован. У нас люди голосуют, вот, пожалуйста, уважаемые власти, мы еще обратите на это внимание. и так. Сколько сейчас уже примерно голосов? Порядка, на сегодняшний день у нас голосов порядка 1900 человек проголосовало. Вот мы актуализировали на днях, ну, посмотрели, порядка 1900 человек проголосовало, голосование еще идет, и я всех призываю голосовать. Почему? Потому что... Голосование продлено, по-моему? Почему? Потому что, ну, мы посмотрели, люди голосуют, значит, есть активность 1900, это не такая большая цифра, но все равно. В прошлом году было 3000. Ну, вот по тем дорогам, которые в этом году... Ну, да, ну, в этом... Давайте так, что в этом году основные проблемные точки, на которые основное голосование, они уже отремонтированы, да? Если, например, в этом году у нас первое место пока занимает улица Красноармейская. Красноармейская? Да, улица Красноармейская. Какой участок улицы Красноармейской? Вот, просто стоит улица Красноармейская, а там уже будем смотреть, какой участок возьмут в работу. Ну, все, вероятнее, это в районе перекрестка улицы Свободы и Красноармейская. Там вот участок, он такой, плохенький. Ну, то есть, отрезок от Карла Маркса до Октябрьской проспекта уже ширится. Там уже должна... Ну, и при том, что участок не есть хорошо... Со стороны Октябрьского... Нет, все-таки в сторону Ленина от Карла Маркса до Ленина. Нет, вы смотрите, если кто ездил по Красноармейской, то так-то она не есть в хорошем состоянии. Начиная от Октябрьского проспекта, заканчивая улицей даже Ленина и даже Урицкого, да, то я думаю, что ее надо ремонтировать всю в полном протяженности. Также у нас есть переулок школьный, сейчас на сегодняшний день в Радужном, второе место занимает. Но остальные улицы я пока не буду так акцентировать внимание на них, да. Но это вот первые, как говорится, две улицы на сегодняшний день в нашем голосовании, которые занимают первое место. Первое, второе место. Проголосовало порядка 1900 человек. Там, конечно, местами, как пишут нам люди, есть сбои в нашем голосовании, да, там где-то кого-то, ну, неактуально, как бы, кто-то, говорит, уже проголосовал. Посмотрим, из этого взяли паузу, взяли еще до конца июля, посмотрим сейчас, как дальше голосование пойдет. Ну и, конечно, в дальнейшем мы эту информацию письмо мы отправим в Министерство транспорта, в администрацию города Кирова, чтобы ее приняли к сведению. Также сейчас на сайте администрации города идет голосование. Посмотрим, будет ли наша информация вместе с ними одинакова, может быть, с их стороны там будет другая маленькая информация. Все равно сядем, да и, как говорится, дороги будут отремонтированы в следующем году. Меня лично очень беспокоит улица Горького, потому что активно пользуюсь, собственно, проезжаю, анонсирован ремонт в этом году от Комсомольской до Азина, это район улица Горького, район автовокзала, ну а дальше-то что, район перекрестка Сваровского, Симаклина. Вот, на мой взгляд, улица Горького надо также ремонтировать все. И в следующий год, он тоже, как говорится, еще больше бюджет будет на город. Ну там, порядка, уже примерно цифры называли нам, порядка миллиард двести, миллиард триста, это будет денег выделено на город, на агломерацию. Я думаю, что это точно будет, да, и от этого, все зависит, конечно, как мы эту программу этого года выполним, да, но я надеюсь, что эта программа будет выполнена в срок, ни один из подрядчиков не завалит свою работу, да, и в следующем году город получит опять хорошее финансирование, до финансирования из федерального бюджета на агломерацию, и в городе дороги станут еще лучше. Вот эти все промежуточные улицы, как улица Горького, как улица Красноармейская, другие улицы есть, которые надо ремонтировать, также улицу Школьную в Кирове-Чепецке надо ремонтировать, может, Слободской еще подремонтируют, потому что там ужасные дороги в самом Слободском в этом году хоть более-менее, как говорится, сделали, но надо еще делать и делать и делать. Ну, остается буквально 7 минут до конца программы, давайте от темы дорог отойдем, все-таки поговорим о проекте, в том числе генеральной уборки, да, генеральной уборки, проект, который существует в рамках Общероссийского народного фронта, вообще такой толчок к обсуждению данных тем экологических придала межрегиональная конференция, которая состоялась в конце июня в нашем городе, как раз-таки под руководством при организации Общероссийского народного фронта. Сейчас постоянно идут сообщения о том, что активистам УНФ поступают сообщения о несанкционированных свалках, вот как раз-таки последняя информация была на сайте регионального отделения УНФ опубликована вчера, это и кооператива на улице Луганская, и поселок Костино. В общем, какая работа сейчас идет? На сегодняшний день сообщения, конечно, да, конференция, она дала толчок, очень хороший толчок, люди об этом еще больше услышали, узнали, и что... при том, что они видят, что данная информация не остается просто на бумаге, она... свалки ликвидируются, свалки... места очищаются, на это идет и администрация подключается, и местные активисты подключаются, и наши, конечно, активисты, как говорится, на первом плане отрабатывают все сообщения, да, и, по сути, вот на сегодняшний день порядка 260 уже сигналов поступило, да, и порядка... Мы имеем в виду в этом году или... Ну, как с ним, нет, она работает еще только этот год, проект работает еще только этот год, и в течение этого года практически столько уже объектов, сигналов поступило, и, конечно, основные точки соприкосновения это садовые товарищества, кооперативы гаражные, потому что мы с вами наблюдаем, что у каждого гаражного кооператива какая-нибудь незаконная свалка существует. Ну, я редко бываю в гаражный кооператив, но, да, многие из них выглядят плачевно. Да, если вы зайдете в любой гаражный кооператив, понятно, что, например, в городе Кирове они в основном заходят за городом, ну, как бы на окраине, да, то я, например, родившийся в Кирове-Чепецке, так эти гаражные кооперативы там и в городе есть, и также за городом, да, и эти свалки, они по жизни там были, и убирались, же кооперативов. Сначала они валят годами, а потом как-нибудь кооператив собирается раз там в пять лет и принимает решение, что надо убрать. Так это неправильно. Вы что предлагаете все-таки? Мы предлагаем... Почему настаиваете? Нет, мы предлагаем на разумном, законном способе это договор, договор с организацией, которая вывозит мусор ТБО, ТКО на сегодняшний день, да, оснащение площадки контейнерами и вперед из песни. Если ты пользуешься своим гаражом, так пожалуйста плати за вывоз мусора, который образуется в рамках своей работы, жизни, деятельности, в этом даже гараже, ремонта машины, либо уборки или еще чего-то. Ну, мы знаем, что специалисты другие нам рассказывали о том, что такая ситуация зачастую возникает, когда не могут определиться и понять, на чьей территории располагается свалка. Если это муниципалитет, то муниципалитет должен убирать, а муниципалитет говорит, что нет, например, земли, верли с хозой. Понимаете, это проблема, наши гаражные кооперативы, они строились по принципу, выделялась земля, пальцем, как говорится, вот здесь строите, и построили. А по факту земля не отмежевана, например. У гаражного кооператива непонятно, один хозяин появился, другой поменялся, и все это проходило в рамках книжки, например, садового, вот по словам товарища, там был кооператив, у каждого была книжка товарища кооператива, в которую там вписывался, собственник поменялся, выписывался, собственник поменялся, вписался, и непонятно, кто хозяин даже этого земельного участка. И поэтому и будут они передергивать. Нет, надо определять границы земельного участка в рамках законодательства, надо находить собственников этих гаражных кооперативов, эти же гаражи, и ставить, чтобы стоял на их территории контейнер, и тогда будет все ясно, чья это свалка, чья это территория, и кто за нее должен отвечать, и за эту свалку тем более. С прокуратурой активно сотрудничаете? С прокуратурой всегда активно, всегда взаимодействуем, и прокуратура никогда от нас не отворачивается. Шаг нога в ногу. Да, шаг нога в ногу, со всеми контролирующими органами всегда есть взаимодействие, всегда есть понимание. Конкретные результаты хотя бы на этот год ставятся? Ну, на эти, по максимуму, сколько ликвидировать свалы? Такого нету, чем максимум мы ликвидируем тех проблемных точек, тех сигналов, которые на сегодняшний день есть, тем больше, как говорится, мы поможем людям, те, которые реагируют, и они увидят, что этот проект рабочий, этот проект требуется для людей, и этот проект выискивает те проблемные точки. Мы же об этом никогда не говорили, пока не появился данный проект, и никогда не появились эти сигналы людей. И когда мы стали анализировать, мы видим, что очень много сигналов идет по садовым товарищам, по гаражным, по оперативам. Вот, а до этого все почему-то об этом молчали, и никто не говорил, говорили только про полигоны, про то, что некуда вот свалить, как говорится, вывозить мусор, а сейчас на сегодняшний день мы видим еще проблемные точки, да, и мы их изучаем. Ну, я напоминаю, что сигнал подать может любой. Да, любой гражданин может зайти на сайт интерактивных по свалкам, на данный момент. Там так и называется ОНФ, генеральная уборка, так и он называется. Да, заходите, там есть окошечко, регистрируетесь, выставляете по GP, ну, как бы, точку, где вы эту свалку увидели, фотографируете ее, и информация приходит в штаб, штаб обрабатывает эту информацию, активисты выезжают на место, и дальше уже активно идет работа с, чья территория это свалки, тот собственник этой свалки, можно сказать, чья территория, на чьей территории находится, да, и дальше уже ищем варианты, как ликвидировать эту свалку. На этом завершается особое мнение Константина Сечихина время наше истекло. Всего доброго, спасибо. Спасибо большое, приглашайте. Да, кстати, через 20 минут, вернее, через 15 минут слушайте интервью исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Спасибо.